здравствуйте мои дорогие подписчики и зрители я приветствую вас на своем канале сегодня я покажу вам как я делаю овощи на зиму это элементарный рецепт но при всей своей простоте блюдо получается очень вкусно это пожалуй моя самая любимая заготовка на зиму с самого детства а сейчас я еще очень ценю универсальность этого блюда тушеные овощи отлично подходят как гарнир к мясу например хорошо сочетается с рисом или с макаронными изделиями а также можно использовать как самостоятельное блюдо итак попробуйте приготовить я очень надеюсь что вы останетесь довольны таким блюдом мне понадобится 1 килограмм помидоров и я беру по 500 грамм репчатого лука болгарского перца и моркови лук и перец я уже нарезала маленькими кусочками такими вот кубиками морковь у меня натерта на крупной терке и помидоры я сейчас порежу кусочками кроме того мне понадобится 120 150 миллилитров растительного масла в данном случае я беру нерафинированная попросту говоря с запахом но можно брать и рафинированная а также сахар и соль по вкусу помидоры можно нарезать совершенно произвольными кусочками не забывайте убирать вот эти все места там срезать если что вам не нравится и далее я режу пополам потом еще пополам и такими кусочками в принципе если вы не хотите резать помидоры можно их измельчить при помощи мясорубки или блендера в плане вкуса это никак салат не изменит просто будет визуально немного другой вид сначала в кастрюле я разогрею растительное масло отправлю сюда лук в данном случае лук мне нужно довести до полу мягкого состояния можно его обжарить чтобы он стал золотистого цвета и для этих целей использовать лучше сковороду следом я отправляю сюда морковь размешаю теперь я накрываю крышкой и буду тушить минут 10 но огонь должен быть не очень медленным а скорее таким средним при необходимости можно помешивать потом я добавляю болгарский перец снова размешаю опять накрываю крышкой и оставляю тушиться пять минут ну и наконец пришла очередь помидоров сразу же я добавлю сахар и соль соль добавляю обычную каменную размешаю после того как размешали можно попробовать на соль и сахар возможно вам будет мало того количества которое у меня указано под видео если что смело добавляйте еще теперь я накрываю крышкой и тушу еще минут 15-20 за это время можно несколько раз перемешать содержимое кастрюли и такой очень важный нюанс теперь масса у нас должна не просто тушиться а слабо кипеть в конце варки я перемешаю массу еще раз и наконец можно раскладывать по банкам отмечу банки готовьте так как вы привыкли ну или например можно их простерилизовать в горячей духовке или над паром кипящего чайника крышки также можно прокипятить теперь после того как я закрою банки крышками я укутаю их чем-нибудь теплым и оставлю до полного остывания далее банки я храню в кладовке в квартире практически при комнатной температуре и они прекрасно хранятся по несколько лет а я желаю вам удачных заготовок на зиму готовьте с удовольствием и до встречи в следующих видео а